Научиться ценить то, что есть. А не убиваться из-за того, чего нет. Что очень важно просто хотеть быть счастливым. И уметь доверять прежде всего себе и уважать себя. Понять, что прошлое уже стало прошлым. И не корить себя за него. Всё, его больше не вернуть. И научиться не сожалеть о нём, каким бы оно ни было. Что себя нужно сравнивать только с самим собой. Принять себя таким, как есть. Что нужно на вещи смотреть реально. И ставить перед собой реальные цели и сроки. Что когда необходимо, нужно попросить, а извинившись, ты становишься свободнее. В конце концов, мы здесь просто на какое-то время. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Город Лайф. И сегодня в эфире Вадим Пштыка. И Анастасия Орехова. Поговорим о событиях среды 11 ноября. Самые важные новости, о которых хочется сегодня поговорить. Итак, правительство Калининградской области обозначило, какие новые ограничения из-за коронавирусной пандемии будут введены с завтрашнего дня, с 12 ноября 2020 года. И как мы этого ждали, да, с понедельника буквально ходила эта информация по всем социальным сетям, что ведут-ведут и, наконец-то, ввели. Висело в воздухе. Так вот, давайте разбираться поподробнее, что же за ограничения. Так, рестораны и кафе должны будут быть закрыты с 21 часа. Сейчас, напомню, они закрываются не позднее полуночи. И начинать работу не раньше 6 утра. Фудкорты полностью закрываются с 12 ноября по 1 декабря 2020 года, слава богу. С 12 ноября по 1 декабря приостанавливается предоставление очных услуг в помещениях МФЦ. В торговых объектах и торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах не допускается нахождение более одного посетителя на 25 квадратных метров. И вот здесь, вы знаешь, это под звездочкой. Хочется понимать, я вот, готовясь к эфиру, прочитала эту новость, и мне, конечно, очень интересно, как вот за сутки, потому что, ну, это вот сегодня вечером появилась информация, торговые центры должны высчитать, что, значит, не более одного посетителя на 25 квадратных метров. Но у меня есть понимание, каждый торговый центр знает свою площадь. Так. И, наверное, нужно будет поставить какие-то рамки или человека, считывающего, какое количество сейчас находится в торговом центре. Но, опять-таки, есть сложность, ведь выходов несколько, люди входят и выходят очень быстро. Поэтому, да, здесь... Ну, видимо, здесь придется перекрывать, да, какой-то один вход оставить, условно говоря, и один выход оставить, да. Да, 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 чтобы они, в общем-то, как-то эти замеры делать. Так что, Вадим, ты кому-то сейчас подарил идею, думаю, что кто-то тебе будет благодарен. Пользуйтесь. Но это еще не все ограничения. Итак, пожилые граждане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции до 30 ноября, то есть до конца месяца. Организации должны сократить численность работников в офисах на 50%, то есть 50% увести на удаленку. Средние и высшие учебные заведения региона, а также частные и профессиональные учебные заведения должны с завтрашнего дня, с 12 ноября по 4 декабря, работать в дистанционном режиме. Но вот тут вот есть уточнение, вроде как, вроде как. Это речь идет только об очной форме заучения. Обучение не относится к заочной, к вечерней. И вот здесь вот все-таки хотелось бы уточнение. Я думаю, что уже завтра появится, потому что, как правило, так и бывает. То есть вброс новой информации, и дальше начинаются реалии, в которых мы живем. Поэтому я думаю, что завтра будет этот список не то чтобы более подробным, но, наверное, с какими-то расшифровками. Поживем посмотрим, поживем увидим, но об этих ограничениях говорили уже давно. И, как Настя уже сказала выше, не в том плане, что предвещали их, но ожидали, наверное, люди, потому что весной было гораздо меньше заболеваний ежедневно. И по России, и по региону меры были гораздо более жесткие. Да, сейчас, слава богу, есть вакцина. Да, сейчас мы более-менее знаем, как бороться с этим заболеваниями. Есть больше койко-мес, чем было по весне. Но, конечно, цифры удручали, цифры немножко пугали. И поэтому все эти ограничения, на мой личный взгляд, это правильное решение. Немножко сейчас сбавить обороты, перейти на удаленку, заказывать продукты на доставке, а не ходить по магазинам, чтобы как-то полегче пережить там новогодние праздники. Ну, ты знаешь, все равно даже эти ограничения, они не такие жесткие, скажем так, как это было все-таки в марте. И единственное, что мы можем сделать сейчас, мне кажется, ну, в общем-то, как и тогда, при первой волне, это, конечно же, соблюдать все меры безопасности. А это значит носить маски, потому что до сих пор есть эта история, что вот эта вот приспущенная маска, да, где-то как-то халатное к этому отношение забыл и прочее. Мыть руки, само собой, также дезинфицировать там поверхности, помещения, в которых мы находимся. И не посещать места массового скопления людей. Я лично в своей семье перешел уже на доставку от различных сетей продуктовых магазинов, чтобы не ходить, не пресекаться с толпой людей. Потому что, ну, самое массовое, где за последние месяцы пересекаешься с людьми, это, конечно же, магазины. Ну, и общественный транспорт. Но в связи с этим, вот, пожалуйста, удаленная работа дистанционная для тех, ну, для того, чтобы не соприкасаться с таким количеством людей ежедневно. Ну, и опять же, сейчас уже ноябрь на дворе, месяц, когда все готовятся к Новому году. И, как правило, это месяц, в котором начинаются огромные пробки, потому что люди не только за ежедневными, так скажем, продуктами выходят, но и уже и за подарками, и прочими радостями жизни. Зачем такие ограничения? А за тем, что уже очередной день в Калининграде выявляют больше 100 случаев коронавируса. В частности, сегодня за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19. Это только по Калининграду. Общее число заболевших в регионе выросло на данный момент до 8195 человек, выздоровело 5302 человека. Ну, вот, например, за сутки количество выздоровевших 63 человека, что почти даже меньше, чем в два раза, точнее, ну, то есть, чем количество заразившихся. То есть мы ни о каком плата уже говорить, естественно, не можем. Ну, и 105 человек скончались. Тоже такая информация, о ней мы должны упомянуть. Вообще в России за сутки коронавирус подтвердился у почти 20 тысяч человек. Всего за время пандемии в стране зафиксирована цифра страшная. На самом деле уже подходит к 2 миллионам, а точнее, 1 миллион 836 тысяч 960 случаев коронавируса. В 85 регионах скончалось почти 32 тысячи человек, а точнее, 31 тысячи 593. За сутки количество смертей 432. Ну, это в России, это по стране статистика. Ну, и выздоровевшие пациенты тоже есть. И цифра за сутки хорошая, можно сказать, приятная. 18 тысяч 616 человек на сегодняшний день выписаны и являются здоровыми. Ну, и давайте немножко поговорим о тех средствах, которыми можно бороться с коронавирусом. И тут в ход идут даже народные методы. Березовый грипп, известный в народе как средство при опухолях и диабете, может стать официальным средством при коронавирусе. Специалисты центра «Вектора» говорят, что он позволяет за 5-7 дней избавиться от симптомов COVID-19. Да, ну и, в общем, получается, что так это или нет, пока неизвестно. Не стоит заниматься самолечением, все нас призывают этого не делать. А тем временем на почве обширного заболевания калининградцев с прилавок аптек стали исчезать лекарства. Например, антибиотик азитромицин, извините, где-то, может быть, неправильно прочитала название, продают только в комплексе с другим товаром. Такая информация появилась в одном из пабликов Калининграда. И вот хотелось бы, да, как-то вот на эту тему. Шантаж. Шантажируют людей в аптеках. Этот шантаж вызвал целую бурю негодования. Так ли это на самом деле и кто же прав, кто виноват, давайте посмотрим далее. Этот чек надел в сети много шума. На нем две позиции – антибиотик и средства для обработки воздуха. Автор поясняет, что купить одно без другого нельзя. Такие правила в аптеке на улице Ульяны Громовой. Между тем, азитромицин сейчас необходим многим людям. Его используют при лечении воспалений дыхательных путей, в том числе и в мании. Каждой упаковке азитромицина обязывают купить бутылку антисептика. Хотя позиции в чеке пробиваются отдельно. Обещали нам лекарства? Пожалуйста. В комментариях под записью люди негодуют от низости маркетингового хода. Другие спрашивают, зачем три пачки сразу? Или же предостерегают от самолечения? Мы обратились в эту аптеку с вопросом о достоверности информации. Уже разнесли непонятно что. Ничего мы никого не обязывали. Знаете, как в магазинах сидят на этом, предлагают. Так, как мы и предлагаем. Чего не предлагать? Если у нас азитромицин, такая цена была до 100 рублей. Мы же себестоимости продавали. Ну а если человек отказывается на ваше предложение, вы ему... Пожалуйста, не берите. Кто кого заставлял? Вы что? Сотрудница аптеки добавляет, если человек откажется от дополнительных позиций, то лекарства ему все равно продадут. Важный момент. Этот антибиотик отпускается по рецепту. А если попробовать обойти правила, все в той же аптеке. Проведем эксперимент. Я зайду, собственно, спрошу этот антибиотик. У вас еще на окраинах осталось? Ну, в смысле, с города на окраинах. Нет, нет, нет. И рецепт тоже обязательно нет. А без рецепта нет? Да. Просто начинаем болеть, потом пропадет совсем не купим. Думали, может заранее как-то можно это сделать. Нет, рецепт может быть. Завтра у вас снова будет. Ну, и так, итоги эксперимента. Азитромицина нет. И мне действительно сказали, что в любом случае, даже если бы он был, мне все нужно только по рецепту. Вероятно, человек, выложивший чек в паблике, неверно понял предложение персонала. Возможно, аптекарь была излишне настойчива. Важно другое. Сметать антибиотики на всякий случай пока они еще не нужны. Плохая идея. В условиях дефицита лекарство может спасти жизнь человека, которому оно действительно необходимо. Олег Исмаилов, Дмитрий Подгорняк. Служба новостей. Город. Лайф. Настя, ты молодая девушка, а ты, наверное, пышешь здоровьем. Спасибо, так сказать, какие-то комплименты начались. Ты пышешь здоровьем. Я тоже себя к старикам пока не отношу. Но вот у меня дома есть лекарство про запас. Ты ими запасаешься? Слушай, я недавно столкнулась с такой историей, что у меня есть вот та самая аптечка, знаешь, которую я перевожу из одной квартиры в другую. И пока она лекарствами не пополнилась, и я даже более скажу, что у меня много лекарств пропало, и пришлось их выкинуть. То есть я провела... Прошел срок годности. Да, провела ревизию, прошел срок годности. И вот тут вот, пока я смотрела сюжет, я тоже задалась этим вопросом, нужно ли пополнять вот аптечку какими-то такими вещами, которыми, ну, условно говоря, ты раз в год пользуешься, и они, правда, могут пропасть. Людям вот предлагают купить одно, чтобы купить другое. Тут такое, тут даже хочешь-не хочешь будешь пополнять свои запасы. Ты знаешь, я скажу так, аптек столько в Калининграде, что мне кажется, если вот даже в одной такой вот, ну, какой-то недоговоренность случилась, то можно обратиться в другую. Ну, и посмотреть там, я думаю, что найдутся выходы, найдутся варианты, как это можно приобрести. Но в целом, конечно, ты верно заметил, за лекарствами нужно следить, проверять их постоянно, эту самую ревизию наводить, потому что даже элементарные капли для глаз или для носа, казалось бы, тоже имеют срок годности и могут навредить. Совершенно верно. Лучше не пользоваться. Был у меня как-то опыт попробовать капли, у которых прошел срок годности. Не буду рассказывать про этот опыт. Грустно. Ну, негативный, да, в итоге? Да, не очень интересный. Ну, вот, соответственно, вопрос, да, встает, нужны ли лекарства про запас? Мы хотим спросить у вас, дорогие друзья, и вы видите у себя на экранах три номера телефона, это бесплатные номера, куда вы можете позвонить и оставить свой голос. Нужно ли запасаться лекарствами про запас? Да, нет, нет, но я все-таки беру. Как же ответите вы? Звоните в течение нашего эфира, оставляйте свои голоса, в конце подведем результат. Это, знаешь, такая психологическая история, вот, когда нет, но я все-таки беру, то есть пусть будет, казалось бы, мне они не нужны, но вот так безопаснее, вот так безопаснее. Ну, я думаю, что это может распространяться на какую-нибудь зеленку, бинт, вату, знаешь, то, что всегда... Уголь, цитрамон, все-таки, копеечные, не надо покупать лекарства от коронавируса за 13,5 тысяч рублей, чтобы оно было про запас. Ну и маски, опять же, да, тоже полезная вещь, увидели маски по бросовой цене, купили всем себе, друзьям, родным, и это то, что правда всегда пригодится, особенно сейчас, в наше непростое время, и во время, когда статистика равна 135 новым случаям за сутки. Мы же идем к другим новостям, в Зеленоградске загорелся двухэтажный довоенный дом, спасатели эвакуировали 7 человек. Да, как стало известно, на улице Герцена пламя охватило ванную комнату в трешке на втором этаже, площадью 40 квадратных метров. Но я предлагаю поговорить о других криминальных новостях этой среды. Думаю, что наши корреспонденты готовы поделиться. Генеральный партнер рубрики «Место происшествия. Аварийный комиссар». Утром два велосипедиста въехали друг в друга прямо напротив магазина велосипедов. Получилось, как в рекламе, о прочности двухколесного друга. Жители города в соцсетях начали во всем винить правительство области из-за отсутствия нормальных велодорожек. Поэтому многие ездят по тротуарам, а это нарушение правил дорожного движения. Обратите внимание, на этих кадрах молодой человек в магазине на улице Маршала Борзова расплатился чужой банковской картой. Погуляв за чужой счет, парень не догадался о том, что его снимает видеокамера магазина. Если вам что-либо известно о подозреваемом, сообщите в полицию или по номерам, которые на экране. Убил по пьяни. 8 ноября житель гвардейского района сначала избил, а потом задушил простыней свою 38-летнюю сожительницу. После чего лег спать, оставив тело на полу. В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение. Свою вину в убийстве признал. Он сообщил следствию, что ссора с подругой произошла из-за того, что она храпела во сне. А когда он ее разбудил, женщина принялась оскорблять его грубой, нецензурной бронью. Пропал подросток. В Калининграде ищут 14-летнего Андрея Митрофанова. Об этом сообщает пресс-служба оригинального УМВД. В понедельник 9 ноября около 13 часов школьник ушел из дома на улице Юношеской. С тех пор его местонахождение неизвестно. На вид Андрея 14-15 лет. Его рост 160-165 сантиметров. Он подачал телосложение с русыми волосами средней длины. На щеке у мальчика две родинки. Был одет в короткую синюю куртку и черную кофту с капюшоном. Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просит сообщить в полицию. Сложные новости. Такие тяжелые, когда пропадают дети. Если вы встретите этого мальчика, отозваниваетесь. Мы же давайте отвлечемся от криминальных новостей и поговорим о прекрасном. Наш кафедральный собор и остров Канте, как вы многие видели, за последнее время очень сильно преобразился. Но мало кто знает, что там работают очень талантливые и творческие люди. Наша съемочная группа побывала там, прошлась по музею и готовит большой материал. А пока мы предлагаем посмотреть вам на искусство без комментариев. Все внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, что каждый день мы следим за изменением цифр по коронавирусу, мы еще, наверное, с вами практически все отслеживаем, как же меняются курсы валют. Давайте посмотрим, что сегодня нам приготовил валютный рынок. Курсы валют на 12 ноября. Доллар США 76 рублей 50 копеек, евро 90 рублей ровно, польский злотый 20 рублей ровно. Мне кажется, следим мы за этим, чтобы, знаешь, а вдруг откроют. Но хотя с такими ценами евро ровно 90. Слава богу, что пока не открыли. Да, 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 есть такая мысль. Необидно. Предлагаем прерваться на небольшую рекламную паузу, после которой в нашей студии появится первый гость. Цифровые технологии в стоматологии. Восстановите потерянные зубы за один прием без слепков. Полный цикл стоматологических услуг. Безболезненно и долговечно. Запишитесь на прием. Стоматологический центр «Донсист». Улица Пражская, 3. Телефон 35-84-10. Мультибрендовый салон «Оптики Вижу». Очков много не бывает. Приходи к «Ловер» второй этаж. Нравится рев мотора и уже исполнилось 16. Автошкола «Оми» ждет тебя за парду. Звони 33 93 93. Ваш малыш 9 месяцев готовится к встрече с вами. А вы подготовились? В магазине «Китики» есть все, что нужно для будущих мам и новорожденных. Одежда, в которой удобно, мягко и тепло, а поэтому и надевается без слез. Начните собирать гардероб малыша в магазине «Китики». Для постоянных клиентов действуют скидки по карте любимого покупателя. Панорамные сдвижные двери являются украшением современного коттеджа. В Калининграде качественные сдвижные двери из немецкого профиля КБЕ изготавливают в мастерской КБЕ Надзержинского 246. Сдвижные двери КБЕ. Качественно, красиво, надолго. Папа – любит футбол, мама – сериалы, сестра – реалити-шоу, а я – мультики. Экрана хватит всем. Интерактивное телевидение от ООО «Экран» – это возможность смотреть любимые программы на нескольких устройствах одновременно. Подключите гаджеты к интернету, скачайте приложение «Экран ТВ» в Google Play или App Store, авторизуйтесь с помощью логина и пароля и смотрите с удовольствием. Подробности по телефону 614444. Кухня по индивидуальному проекту. «Алькор» и ваша мечта станет реальностью. С удобными шкафами и вместительными полками. Доверьте кухню «Алькор». Телефон 509-511. Дорогие друзья, мы возвращаемся. Это снова Город Лайф и с вами Вадим Пштыка. И у меня сегодня гость. Это Олег Бессарабов, основатель и генеральный директор лечебно-диагностического центра «Медицина будущего». Но кроме этого, Олег еще и калининградский писатель. Он автор двух книг. Научно-познавательный «Медицина будущего по законам Вселенной» и приключенческой сказки. «Книга судеб» или «Приключения девочки Лены в чудесной стране». Олег, добрый вечер. Добрый вечер, Вадим. Я рад, что вы меня пригласили. В прошлые разы вы меня приглашали рассказывать именно вот об этой книжечке, сюжет, о которой похитила Джоан Роллинг. Сейчас я пришел рассказать вам о методах нашего центра и чем мы отличаемся. И вот... Да, я как раз об этом и хотел спросить, потому что книги книгами, мы их еще немножко, наверное, затронем. Чуть позже у нас сейчас бушует коронавирус и у вас лечебно-диагностический центр. А чем вы отличаетесь от других медицинских центров, частых представленных в Калининграде? Да, хороший вопрос. В реальности, действительно, наша цель, и вообще это и девиз нашего центра, это быстрая диагностика, безопасное и эффективное лечение. Дело в том, что если разговаривать о методах диагностики, которые сейчас применяются, то это, как правило, ПЦР-анализ, то есть связанная с химией. Но все понимают, что не всегда даже ПЦР-анализ дает точные результаты. И достаточно много сейчас есть исследования Института имени Сеченова, где говорят, что от 20 до 66% может быть ложно-положительных диагнозов. Но тем не менее, предосторожность должна быть, и даже если показывают что-то, конечно, нужно эти вещи исследовать. Но вот мы к этому не привязаны. У нас приборная диагностика, она быстрая, и позволяет определить, что это за заболевание вообще. Потому что, когда человек заболел, часто это связывает с невыясненной какой-то идеологией. Вот появилась температура у вас, или каш, или там, допустим, обоняние пропало, да? Ну, человека сразу раз туда и в стационар. А там уже начинают лечить. И лечить серьезно. Лечить антибиотиками, что небезопасно для здоровья вообще. Ну, так вот, для определения диагноза обычно в обычных медицинских центрах, там, в больницах, дается три дня по нормативам Минздрава. А за три дня человек может быть стать еще хуже. Это правда. Вот. И если это вообще заболевание вирусное, то против него не существует никаких эффективных вирусных препаратов, противовирусных, в особенности от, скажем так, COVID-19. И тогда к человеку применяются уже какие-то методы лечения, нужно и помогать. И если человек становится все хуже и хуже, то здесь возникает серьезная проблема. Там дальше аппарат ИВЛ, 90% смертельных случаев и так далее. То есть человек не может ждать три дня, пока ему поставят правильный диагноз. У вас есть какие-то методы, позволяющие быстрее поставить диагноз? Да. Вот методы квантовой биологии, которые применяются в нашем центре, они позволяют быстро определить, вообще это вирусное заболевание или бактериальное. Если бактериальное, действительно можно где-то и применять антибиотики, если необходимость есть. Потому что не во всех случаях, знаете, вот в мире 453 миллиона случаев пневмонии, и люди погибают не от коронавируса, у них просто есть. От сопутствующих заболеваний. От сопутствующих. Это сердечно-сосудистые, это первое место в мире онкология, скажем так, и врачебные ошибки. Но речь-то идет на третьем месте, кстати, врачебные ошибки. Одна из причин, это то, что слишком много назначается антибиотиков. Так вот, пневмония, это как раз заболевание инфекционное. Оно может иметь и вирусное, и бактериальное. происхождение. И мы можем это отделить. То есть в наших приборах заложены частотные характеристики различных вирусов, бактерий, которые добыты в сотрудничестве с различными институтами, серьезными, которые занимались и вирусологией, и бактериологией. И там сняты просто магнитные частотные характеристики. Это мы можем быстро проверить. То есть в течение полутора-двух часов, если человек заболел, пришел, представьте, если, допустим, отравились вы случайно, да, ну, такой случай, да? К сожалению, бывает. Бывает, да, мы пошли куда-нибудь покушали, в кафе отравились, и вот три дня вы будете ждать, пока вам будет плохо. Нет, конечно. Да за три дня уже можно, все дюймает из организма, конечно. При этом, да, просто можно прийти, у нас есть все виды сальмонелл необходимые, допустим, каких-то еще инфекций, стафилококков, стриптококков, размещаем определенные датчики на человеке, ловим эти частотные характеристики и говорим, есть столько и столько, есть такая-то или такая-то инфекция. А вы занимаетесь только диагностикой или лечением в том числе? Вот особенность нашего центра состоит в том, что мы не только диагностикой занимаемся, а и лечением. Я просто закончу эту мысль. Смысл в чем? Что когда мы определили, допустим, несколько бактерий определили, или вирусов, нужно выделить все-таки главное, потому что человек может себе, мы вообще-то можем заражаться ежедневно чем-то, наш иммунитет с этим борется. Мы походили тут, чем-то за, пошли на улицу, пошли в кафе, где-то чем-то заражаться. Но с этим борется всегда наш иммунитет. Так вот, отобрать, а что же все-таки для вас сегодня актуально, как раз могут наши приборы. Потому что у нас есть возможность количественного анализа этих возбудителей заболевания. То есть мы смотрим, есть ли филококки, стриптококки, но при этом сальмонеллы находятся в большом количестве. Там есть определенные параметры, которые позволяют вычислить количественные составы этих сальмонелл. Соответственно, применяем эффективное лечение для подавления этой инфекции. Но попутно мы восстанавливаем иммунитет. Каким образом? То есть без применения химических препаратов. Ведь если мы начнем против сальмонеллы давать какие-то антибиотики, ну, как обычно часто, допустим, начинать, что попался отравлением, то можно и умереть. Почему? Потому что сальмонеллы ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит, что сальмонеллу сейчас нельзя вылечить антибиотиками. Нам уже не поддается. Но антибиотики дадут. Соответственно, погибнет микробиота организма. И вместо того, чтобы было лучше, может стать и хуже. А с вирусом еще хуже. Если дают антибиотики, сажается иммунитет, и тогда уже нечем, наши лейкоциты не работают, макрофаги не работают. То, что должно сражаться с вирусами. И вообще проблема серьезная. Мы же можем... Адефенцировать. Уже страшно. Да. Нет, это все на самом деле, вот как раз наш центр работает для того, чтобы безопасно, быстро диагностировать, полтора-два часа диагностика, быстро, эффективно и безопасно лечить. Буквально, если говорить об отравлении, то это буквально прямо на сеансе человеку становится лучше. То есть, если есть тошнота, работа или еще что-нибудь, то это буквально в течение 10-15 минут человеку становится лучше. Похоже на какую-то математическую модель. То есть, вы вычисляете точку и прямо на точку... Приборы придумали не мы, изначально немцы придумали, потом в Москве доработали. И есть хорошие... Наши российские приборы гораздо лучше, чем иностранные. То есть, мы в этом науке ушли гораздо дальше. Даже есть частоты коронавируса, вот, кстати, я вам хочу сказать. Уже. И давно уже. Мы уже спокойно, в течение лет примерно 7, спокойно занимаемся диагностикой, лечением. Но я просто хочу здесь сказать, что мы не говорим о COVID-19, о SARS-CoV-2, то, что называют. Мы не об этом говорим сейчас. Мы говорим о коронавирусах людей, которые присутствуют всегда. Последний случай такого коронавируса мы наблюдали примерно полтора года назад. То есть, больше после этого ни разу не видели. А если мы говорим о коронавирусе летучих мышей, о котором я сейчас рассказываю, да, то, честно говоря, я буду свое мнение говорить. Я не представляю, каким образом... Это очень важно. Я как раз хотел спросить, что вы думаете по поводу всей этой ситуации? Да, то, что я думаю, все-таки, как человек, который занимается исследованием, я просто хочу сказать то, что вы не сказали обо мне. Я последних 49 лет занимаюсь изучением магнитных свойств, веществ и возбудителей заболеваний. То есть, это была моя профессиональная обязанность. Когда-то я был судоводителем, два образования получил морских. И я очень увлекался исследованием магнитных свойств, веществ различных. И потом пошел в эту же теме, изучение, уже когда, уже 20 лет практически занимаюсь, организовал центр, эти приборы как раз, они и фиксируют магнитные свойства возбудителей и тканей органов. Вот так я хочу сказать, что в целом мы, конечно, можем исследовать, скажем, магнитные свойства и коронавируса. И более того, хочу сказать, если это коронавирус человека, то он лечится очень просто элементарно. Буквально там 2-3 дня человек на ноги встановится. Мне кажется, после такого к вам должна выстроиться очередь в ваш центр, после такой хорошей положительной рекламы. Потому что, ну, мало того, что вы явили, есть еще какие-то предложения по лечению. Да, конечно. Но мы говорим о коронавирусе человека. Если уже говорить о SARS-CoV-2, то здесь есть своя особенность. Скажем так, это коронавирус летучих мышей. Честно говоря, я не понимаю, каким образом коронавирус летучих мышей может передаваться человеку. Вообще непонятно. Поэтому мы, скажем, эта тема, которая когда-нибудь получит свое освещение немножко получше, лично я не представляю. И я думаю, что все-таки, даже если такой вирус появляется в человеке, то он все-таки искусственное происхождение. А если он искусственное происхождение, и его через как-то, или через вакцины, или как-то распространили, в первую очередь он появился там в январе в Ухане, ВОЗ объявила, в начале января, то, наверное, это все-таки искусственное происхождение. Нужно искать источники и прекращать их просто поступление в наше общество. Я надеюсь, что ваш центр сможет набрать информации, получаемой, как бороться с этой инфекцией, и в скором времени вы сможете предложить еще и полноценное лечение и от COVID-19 в том числе. У меня к вам большая просьба. Вы, как человек, погруженный в медицинскую тему, особенно за последние полгода в медицине у нас стало очень большое внимание. Что пожелаете нашим телезрителям, как себя чувствовать, как бороться или как вообще настраиваться на ближайшие месяцы, потому что вторая волна, все бушует, хочу узнать ваше мнение и услышать ваши пожелания для наших телезрителей. Давайте сейчас быстро осветим эту тему. Я хочу вам сказать, что не нужно волноваться, никаких проблем. На самом деле паника, которая сейчас поднята вообще в мире, я ее связываю. Лично я, в свое мнение, сейчас говорю, что я больше с политическим решением, борьбой с терроризмом, потому что вы помните, как стоило Макрону объявить ограничительные меры во Франции, не дальше одного километра от дома и так далее, сидеть всем комендантский час, сидеть всем дома, как буквально на следующий день прошли два теракта во Франции, потом через несколько дней прошел теракт в Австрии. Это больше связано с борьбой с терроризмом, это лично на мой взгляд. Но никто не отменял пандемию или эпидемию. Ежегодно в мире бывает пандемия или эпидемия. 453 миллиона человек ежегодно в мире болеют разными заболеваниями. Что нам с этим делать? В первую очередь не бояться, действительно не посещать массовых мероприятий. И я всегда удивлялся, даже и раньше, почему в период эпидемии пандемии так люди любили скапливаться в каких-то маленьких помещениях. Это действительно опасно для здоровья. То есть период эпидемии пандемии не следует скапливаться, даже в масках, не стоит там скапливаться. Лучше побыть дома, лучше на изоляции. Так что какие-то решения, которые принимает правительство, на самом деле правильные. Спасибо вам большое. Спасибо, да. Я надеюсь, вас услышат наши телезрители. Мы же идем дальше. Наш эфир продолжит рубрика «Городские новости» и специальная рубрика «Короткой строкой». В Калининградской области студенты и школьники получат льготы на проезд по всем междугородним автобусным маршрутам. Выпадающие доходы перевозчикам компенсируют из регионального бюджета. Сейчас льготы устанавливают по желанию транспортные компании. В этом году учащиеся могут ездить дешевле на 11 межмуниципальных направлениях. Военные части Калининградской области получат один из мощнейших танков – Т-72. У новых машин улучшено бронирование. Они, оснащенные ракетами, могут эффективно бороться даже с десантными кораблями и вертолетами вероятного противника. Об этом, ссылаясь на Минобороны России, пишут известия. Перевооружение ждет танковые батальоны 7-го мотоцелкового полка и 79-й отдельной бригады. Новыми танками заменят устаревшую модель Т-72 Б-1, созданную еще в советские времена. Первая партия боевых машин уже поставлена в область. Завершить переоснащение планируют в конце будущего года. В Калининградской областной филармонии 12 ноября состоится вечер памяти Дмитрия Хворостовского. Солист Александр Дудницкий – баритон. Исполнит произведения из репертуара народного артиста. Дежавю на музыку Игоря Крутого, арии известных спектаклей. Прозвучат песни и других композиторов. В паре с солисткой филармонии Викторией Бабковой Александр Дудницкий исполнит дуэты, созданные Дмитрием, с оперной певицей Анной Нетребко. В концерте примет участие инструментальный ансамбль. В Калининграде на неделе воздух прогреется до 10 градусов. Дождь и усиление ветра не ожидаются. Днем погода будет варьироваться от 8 до 10 градусов со знаком «плюс» всю неделю. В среду днем ожидается переменная облачность и усиление ветра до 5 метров в секунду. В четверг днем до 8 градусов тепла пасмурно. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В ночь на пятницу 4-5 градусов тепла. Мы научим вашего ребенка профессии будущего. Первый городской приглашает на 5-месячный курс по блогингу. Ваши детей ждут занятия по видеосъемке, монтажу, контенту для соцсетей, развитию речи, актерскому мастерству и не только. Занятия проходят в студии телеканала в самом центре города с соблюдением всех санитарных норм. Количество учеников в группах ограничено. Все подробности можно узнать по телефону 92-10-32. Помимо знаний и сертификата в окончании обучения, ваш ребенок станет ведущим детского прогноза погоды на Первом городском, который выйдет в эфир и его увидит весь город. Звоните. Школа ТВ 92-10-32. В эфире Город Лайф. Мы продолжаем. И у нас новый гость, и причем не один. Но давайте сначала представим гостя. Илья Родичев, коммерческий директор компании Полир. Добрый вечер. Здравствуйте. Рассказывайте, с чем вы к нам пришли. Я пришел к вам с подарком. Это бактерицидный рециркулятор, который мы производим в Калининграде. Мы единственная компания в Калининграде, которая их производит. И, в принципе, поставляем на рынок для того, чтобы обезопасить наш прекрасный город. Теперь немножко подробнее. Что такое рециркулятор и для чего он нужен? Бактерицидный рециркулятор закрытого типа служит для того, чтобы обеззараживать помещение до определенной квадратуры от вирусов, от вирусов ОРВИ, в том числе COVID, то есть грипп и так далее и тому подобное. То есть он полностью обеззараживает помещение. То есть работает он у нас закрытого типа. То есть когда он находится в помещении, в помещении также могут находиться люди. То есть безопасно. Соответственно, для работы, для каких-то там домашних условиях он идеально подходит для того, чтобы обеззараживать воздух. Что нужно для того, чтобы он работал, кроме розетки? Ничего. Рециркулятор и розетка. То есть не надо никакой жидкости там наливать? Ничего не надо заливать. То есть единственное, что в данных аппаратах стоят специальные бактерицидные лампы. Их срок службы 9000 часов. То есть они ограниченное количество служат. То есть в принципе в обычном режиме работы это порядка года. То есть из каждодневного использования? Да, конечно. А как понять, что надо менять лампу? Здесь стоит специальный датчик. Он просто отключает лампу, она гаснет. А, и все, она не будет работать? Да, она не работает. Соответственно, по паспорту, который мы прилагаем и сертификатом приносите к нам в магазин. Мы просто меняем его на новый и все. Расскажите, как так получилось, что вы стали в Калининграде производить такую нужную вещь? Особенно, мы помним, в первую волну была нехватка дикая таких. Да, то есть здесь ситуация разыгралась достаточно интересным образом. Мы со своим другом, как потребители, начали искать рециркуляторы домой. Был большой выбор. Но дело в том, что в какой-то момент стоимость на них поднялась порядка 40-45-60 тысяч рублей. Это, в принципе, были неподъемные деньги. У нас был такой аппарат один, но мы его поделить не могли. И мы решили его просто разобрать, посмотреть, из чего он состоит. Разобрав его, мы поняли то, что, в принципе, комплектующие можно собрать. И начали для себя его придумывать для дома. Собрали пару аппаратов, поставили дома. Но друзья, которые к нам пришли в гости, они говорят, ух ты, а что это такое? У всех заинтересовало, что это такое? Как с этим бороться? Что оно делает? Мы начали всем рассказывать то, что сделал для себя. И друзья начали просить сделать и им. И мы, соответственно, сделали еще пару аппаратов, отдали друзьям. Потом друзья рассказали друзьям. И тут вот эта вереница и пошла. И мы решили, в какой-то момент, было очень много запросов на эти аппараты, мы в какой-то момент решили сделать бизнес, связанный с этим. Просто открыть производство и производить их. И на данный момент мы их производим и поставляем на рынок Калининграда. То есть у нас есть свой магазин, в котором их можно приобрести. И мы их просто продаем. У вас чисто такая история успеха в стиле компании Apple. Сами разобрали, собрали и вот у нас целый бизнес на этом построили. Да, у нас все было из момента потребителя. Потому что мы сами переживали первую волну за свое здоровье. Мы искали для себя маски, респираторы, антисептики, вот эти же рециркуляторы. То есть искали для себя как потребители. Но дело в том, что мы их на рынке не могли найти, а если находили, то за большие деньги. И, соответственно, мы решили заняться вот всем этим. Производством. Да, и производством рециркуляторов. То есть мы начали искать поставщиков масок, пульсоксиметров, тестов на COVID. И вот все, что связано с профилактикой COVID, да, потому что сами переживали. Мы начали всем этим заниматься. То есть постепенно, постепенно, постепенно наполнять свой магазин. Интересно, что у вас, кстати, сразу видно, что идея пошла от потребителя. Потому что еще очень стильный аппарат. То есть любой интерьер впишется. Да. Абсолютно универсальный. Обычно делают очень все какое-то аляпистое. Если мы говорим про наших соседей каких-нибудь. То у вас тут все очень выдержано. И интересно, что еще есть в магазине. Вы немножко уже начали рассказывать, да, зачем вам? Можно обращаться, кроме... В магазине у нас есть все, что нужно для профилактики. То есть у нас есть термометры, пульсоксиметры, респираторы всех видов. Вплоть до FFP третьих. У нас есть все виды антисептиков. Для детей беспиртовые. Для взрослых спиртовые. Есть маленькие антисептики, которые были в аптеках 50-миллиграммовые. Всех видов. Запахами, без запахов. У нас есть самые дешевые маски, которые в розницу продаются на калининградском рынке. Медицинские. Вот. У нас есть противовирусные блокаторы. У нас есть... Это что такое, подробно? Блокаторы. Это такой бейджик. Забыл вам взять, кстати, подарить. То есть, выглядит он снаружи как бейджик. И он при открытии, он действует месяц. И он создает вокруг вас ауру в радиусе полутора метров. И так же, как и рециркулятор. То есть, рециркулятор от электричества работает. Этот прибор работает как бы... Ну, не прибор даже. Это просто как бейджик. Он, соответственно, в течение месяца как бы... Все вирусы, которые рядом с вами есть, он их просто убивает. Ничего себе. Вот. То есть, вот все такие вот вещи. То есть, все, что нужно для профилактики. То есть, у нас есть все. Теперь важно рассказать, где вас найти и где все это можно приобрести. Мы находимся на Ленинском проспекте 18, за Икиторией. Там есть такой закуточек. Двор и магазинчики. Наш магазин называется Полир. В скором будущем мы откроем еще один магазин в Спаре на Гагарина. Вот. В принципе, приходите к нам туда. Будем рады видеть всех. Я думаю, что, Илья, такой животрепещущий вопрос по ту сторону камер. Сколько стоит такой рециркулятор? Я понимаю, что они есть разные, но вы сориентируйте немножечко. Да. Данная модель рециркулятора, которая рассчитана на 40 квадратных метров, стоит 15 тысяч рублей. То есть, 40 квадратных метров, ну, среднестатистическая однокомнатная квартира. Да. Можно поставить в любом углу. Да. И, в общем-то, не беспокоится. И он будет работать, потому что обрабатывает он в час порядка 100 кубов. То есть, он, в принципе, не упустит никакой частицы воздуха, он будет прорабатывать все полностью. И вопрос напоследок, я думаю, тоже важный. Какие-то ограничения? Дети, домашние животные? Как на кого могут повлиять? Ограничений нету никаких. Единственное ограничение – его нельзя ронять, так как там стоит лампа. Вот. Она хрупкая, то есть, если его уронить, там, разбить, естественно, лампа разобьется. То есть, это вот единственное ограничение. Других никаких нету. Люди могут находиться в помещении, животные никак не влияют. Все хорошо, все замечательно. То есть, со всеми уживется дома? Конечно. Спасибо вам большое. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Илья Родичев, коммерческий директор компании «Полир». Производят в Калининграде данная компания рециркуляторы. Очень важная вещь. Я думаю, что не только она, но и все сопутствующие, такие как маски, перчатки, в том числе у вас есть антисептики. За всем этим можно приходить в магазин «Полир». Причем их будет скоро несколько, ленинские 18. И не беспокоиться после покупки за здоровье свое и своих близких. Спасибо большое, что вы к нам пришли. И спасибо, что делаете так, чтобы калининградцы были здоровы. Спасибо и вам. Ну, а мы пока прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся. Первый рулон обоев фабрика «Прима Итальяна» выпустила в ноябре 2013-го. Сегодня компания отправляет свою продукцию в Россию, СНГ, Италию, Китай, Турцию и Иран. Уникальные дизайны, сложные структуры и богатые колористики для калининградского завода разрабатывают в Италии. Компания является резидентом особой экономической зоны и занимает площадь в 4 гектара. Мы работаем с дистрибьютором, который собирает пожелания рынка и эти пожелания доносят до нас, до нашего дизайнера. После чего идет очень кропотливая работа над созданием коллекции. Высокие производственные технологии позволяют печатать виниловые обои на флизелиновой основе методом глубокой печати и горячего тиснения в регистр. Материалы и сырье компания получает из Голландии, Англии и Италии. Вместе с самыми современными технологиями на фабрике применяют и ручную работу. Орнамент на таком вале чеканится итальянскими мастерами вручную. На эскиз и проработку мельчайших деталей уходит несколько месяцев. Не секрет, что итальянцы являются законодателями моды и всегда исторически так и было. Поэтому мы работаем в стиле классическом. С именитыми модельерами сотрудничает наша материнская компания, которая находится в Италии и в России. Это прямой контракт с Валентином Юдашкиным. Компания заботится не только о качестве выпускаемой продукции, но и об окружающей среде. На предприятии установлена камера дожига, которая очищает выхлопы до состояния чистого воздуха. Купить обои фабрики прима итальяна можно, позвонив по телефону 311 501. Сломалась стиральная машина? Не морозит холодильник? Перестал показывать телевизор? Техдоктор спешит на помощь. Приемлемые цены, честная диагностика, ремонт в мастерской и на дому. Адреса мастерских в Калининграде, улица Колхозная, 26, улица Сергеева, 59А. Все подробности по телефону 5252-88. Птичий двор предлагает экологически чистое домашнее мясо кур, бройлеров, уток и гусей, выращенных в деревне Полесского района. Птицы выращиваются на натуральных злаковых кормах без ГМО. Ждем вас на городской ярмарке по выходным дням на Портовой 20 и ежедневно в фермерский двор в торговом центре «Акорус». Приглашаем к сотрудничеству рестораны, кафе и закусочные. Птичий двор. Звоните 33 52 70. Гость за гостем появляются в моей студии. Ну что ж, знакомая многим калининградцам и самым главным нашим телезрителям Анна Гринь, певица и новый статус преподаватель школы телеведущих на Первом городском. Аня, привет. Всем привет. Привет, Настыш. Я думаю, что мы можем разговаривать на «ты». Почему мы тебя позвали? Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, нашим потенциальным ученикам, их родителям, чем мы занимаемся. Мы в этом сезоне ввели такой урок, как вокал. Почему для телеведущих это важная история? Ну, во-первых, потому что телеведущий должен знать, как обращаться со своим голосом. То есть вообще понимать, что такое голосовой аппарат, для чего он нужен, гигиена нашего голоса и так далее. То есть поставленная речь для телеведущего – это один из немаловажных факторов. Я думаю, ты, как телеведущая, можешь это подтвердить. Скажем так, что в школе ТВ мы проводим уроки вокала в рамках того, насколько это нужно именно телеведущим или для блогеров юных, которые ведут свои блоги, чтобы они понимали, как это все должно происходить, что такое пение на опоре и пользование своим голосом, соответственно, на опоре. Мы учимся немного дышать. Конечно, вы понимаете, что занятие вокалом – это такое очень большое количество информации и очень много тренировок, потому что, в принципе, занятие вокалом можно соотнести как занятие спортом. Поэтому мы выбрали определенные такие мероприятия, определенные упражнения именно для детей, так как у меня есть своя детская студия, соответственно, у меня есть опыт работы с детьми, и я понимаю, какие можно применять техники и упражнения именно с детьми. И, в общем, мы этот опыт перекладываем в вашей школе ТВ. Но согласитесь, мы все-таки не учим их петь, ты про это сказала, да? Именно вокально, профессионально. Да, во-первых, мы это делаем в не совсем профессиональной обстановке, в плане того, что это не специальная звукозаписывающая студия, где там есть инструмент, такое. То есть мы даем только основы, такие азы, и в основном это все в игровой форме. Мы со всеми детьми на одной волне, то есть мы общаемся. Я, конечно, тоже стараюсь быть в тренде, чтобы поддерживать молодежь, понимать, что им нравится, что им хочется, куда они хотят двигаться. И в зависимости от их потребностей, я с ними обсуждаю это, да, то есть чем они хотят в будущем заниматься. И в зависимости от этого мы выбираем, выбираем, ну, то или иное течение нашего занятия. Ну и немножко открой занавесу тайны, что уже вы сделали с нашей детской группой, и что в скором времени ждет наших телезрителей? Ну, мы с ребятами решили сделать такой продакшн-трека, такого небольшого, то есть я им дала такую творческую свободу. Немного рассказала вообще, в принципе, для чего людям, ну, нужно сочинять музыку, да, потому что я им говорю, ребят, но вы своими песнями должны транслировать какую-то информацию в мир. И, в общем, они очень зажглись этой идеей. Мы выбрали прикольный трек, бит, на который мы все совместно сочинили текст, такое что-то вроде рэпа, но он очень прикольный, мелодичный, и я думаю, что вскоре вы сможете его услышать. Да, классно, что, вот тут я, наверное, дополню, да, все-таки, что у нас в школе, получается, есть возможность у ребят себя в кадре показать, получается, сняться в этом клипе, самим его спродюсировать, придумать песню, и главное, самим ее спеть, потому что даже несмотря на то, что занятий пусть и не так много, и вы выбрали все-таки речитатив, ребята смогут это сами сделать, правильно я понимаю? Я надеюсь, что да, но если нет, то, в принципе, вы же знаете, что есть у нас возможности звукооператоров, которые могут нам все подправить, помочь. Возможности наших друзей из Амберблюз, которые могут вместе с нами спеть. В том числе, да, я думаю, наши дети тоже поддержат и будут очень рады, что смогут посотрудничать. Просто очень круто, что ребята здесь могут погрузиться полностью еще и в творческий процесс, потому что, конечно, все равно люди, которые связаны с телевидением, так или иначе, это творческие люди, и это очень клево, и ребята у вас классные. Да, и они могут же это потом у себя во всех социальных сетях транслировать, показывать, чему мы научились, и, как говорится на молодежном сленге, да, будет не зашкварно вот им показать свой клип. Ну, я думаю, что да, потому что тексты, которые я уже слышала, то, что теги мы накидали, они очень клевые, но не в тренде. Да, спасибо, Антибей, и, кстати, вот я отмечу, что Аня это вот тот преподаватель, который, правда, может найти общий язык с детьми, потому что детки у нас разные, разный возраст, у нас есть и младшая группа, есть и группа постарше, и ко всем нужен свой конкретный подход, потому что, например, ребята постарше, ну, они там тоже как-то так, не весь музыкальный, так скажем, сейчас разнообразие. Ну, разный уровень, да, музыкальный у ребят, конечно, потому что они не из музыкальной, скажем так, школы, без музыкального образования в основном. Но при этом мы всем очень любопытны, я рада, что у нас появилась ты как преподаватель. Спасибо большое. Вот, и можешь, ребят, развивать и в таком направлении, то есть и в песенном в том числе, и, возможно, кто-то себя вдруг на наших курсах откроет и поймет, что не ведущим он хотел быть всегда, а эстрадным исполнителем. Ну, вполне возможно, потому что сейчас эстрада предполагает разный жанр, я вам так хочу сказать, и он почему-то становится популярным, поэтому, ну, все в их руках. Да, и самое главное, что... Самое творческий подход, прости. Да, ничего страшного. Анна Грин еще практикующая, сама исполнитель, эстрадный артист. Вот, ну, то есть, да, у тебя достаточно много практики, проектов, то есть у тебя не только детская школа, ты сама поешь, выступаешь, то есть ты можешь еще и с точки зрения... Выступала, пока были открыты площадки. Да, пока сейчас такая ситуация нестабильная, но я думаю, что... Но мы все равно стараемся не грустить, не унывать. Конечно, все откроется, и к тому же, да, опыт есть, и ты можешь им делиться с детьми. Да. Спасибо тебе большое. Поэтому, если вы хотите попасть в нашу школу ТВ вот к таким вот прекрасным преподавателям всем, и не только поучиться телевидению и блогерству, но еще и попейте ваши дети, тем более, а дети разносторонние, им сейчас много что нравится, приводите всех к нам. Кстати, я за некоторыми вашими учениками наблюдаю в Инстаграм, у них очень клевые работы, поэтому вы тоже можете зайти. И на Первом городском тоже, по-моему, есть ссылки, поэтому вы можете зайти, посмотреть, что они делают. Это, на самом деле, очень клево, очень креативно. И я думаю, что вы бы тоже хотели туда попасть. Да. Ну, или ваши дети. Вот, кстати, да, важно, что дети могут попасть. Пожалуйста, вам рассказали, чем мы занимаемся с детьми, но у нас еще есть и взрослая школа, поэтому мамочки, которые сейчас смотрят и думают, блин, как классно, отдам своего ребенка, но еще и сама бы хотела. Вот, так что вы тоже можете. Об этом мы расскажем чуть далее и подробнее. Но Анна и во взрослой школе нам дает уроки. Там, конечно, мы с ними уже читативы не пишем, но какие-то основы голоса. Да, кстати, я была удивлена, насколько это такая движуха. Я когда пришла во взрослую группу, я даже удивилась. Абсолютно разные возраста у людей. Но они настолько были сплоченные, и вот эти все упражнения, которые мы делаем, они по большей степени еще взяты из актерского мастерства, и они работают на командное объединение, то есть в том числе. И у нас на самом деле такой взаимоэнергетический обмен получился на этих занятиях, очень клево. Причем, что я Насте говорю, я не могу ко взрослым, как я, что я, у меня нет такого опыта. Но когда я пришла, я увидела, что людям это нужно, люди соскучились, оголодали. Ну, то есть от отсутствия информации, то есть им хочется что-то новое, тем более, когда это взрослые люди. Вы понимаете, что нам нужно постоянно совершенствоваться, чему-то учиться всю жизнь, да? И здесь это настолько клево, потому что это такая тоже, опять же, креативная движуха, если можно так сказать. В общем, мне очень понравилось. И людям было очень интересно. Спасибо тебе, что ты с нами в команде. Наконец-то мы тебя заманили к нам и преподавателям в школу телеведущих. Ну, а сейчас предлагаю подробнее посмотреть про взрослую школу и запишите номер сразу и для взрослой, и для детской. Он единый, 92-10-32. Ну, а мы благодарим Анну Гринч, что она сегодня пришла к нам в гости. Спасибо. Пока. Я под впечатлением. Я теперь знаю, что мне делать, как мне делать, куда мне идти и зачем мне это надо. И я поняла, что границ нет. Татьяна одна из тех, кто обучался в школе первого городского. Она, как и многие до прихода в школу ТВ, не чувствовала себе уверенности. После курса женщина готова развивать свои навыки и дальше. Это очень крутой опыт, на самом деле. Я не знаю, где бы я еще смогла столько разных, грубо говоря, занятий посетить. В рамках школы ТВ обучают правильной речи, работой с камерой. Кроме того, преподаватели дают актерское мастерство, основы видеосъемки и монтажа. Вишенка на торте. Разбор разных социальных сетей. Это, кстати, может пригодиться, если вы хотите зарабатывать, как и многие популярные блогеры. Для меня этот опыт обучения очень интересен, потому что всегда хотелось заглянуть за кулисы телевидения и как работают настоящие телеведущие. Это мне удалось. В обучение входят 8 занятий в вечернее время. Общая стоимость 7 тысяч рублей. Все проходит в помещении телекомпании с соблюдением всех санитарных норм. Даже если карантин ужесточат, курсы будут переведены в онлайн в полном объеме. И вы все равно станете нашим выпускником. Они становятся теми людьми, которые как минимум перестают бояться камеры, ну и как максимум начинают вести свои блоги, записывать видео и продавать свой товар и свои услуги через социальные сети. По итогам Школы ТВ Первый городской дарит видеовизитку каждому участнику. Также мы предоставляем возможность всем участникам попробовать себя в роли ведущего прогноза погоды на канале. Этого человека увидит весь город. Записывайте в Школу ТВ. Количество мест ограничено. Построили дом? Нужны качественные окна и не хочется переплачивать? Специально для вас. Весь октябрь в мастерской КБЕ действует акция «Гарантия лучшей цены». Мы гарантированно сделаем дополнительную скидку от стоимости, которую вам предложили в других компаниях. Мастерская КБЕ. Не экономьте на качестве. Экономьте на цене. Мы видим с вашей мебели любые пятна. Нет жевательной резинки, нет слайму, нет жиру, нет запаха. Приятные цены. Звоните 377-350. Называйте промокод «Первый городской» и получите скидку 15%. Бесплатный выезд в пределах окружной. Лига домашних котов вводит новую единицу измерения удобства мебели. Кот-диван. Надумали купить хорошую мебель? Надо знать место. Это даже коту понятно. Отличная мебель в мебельном центре «Уют». Дзержинского, 73. Хочешь стать блогером? Или телеведущим? Или все же блогером? Или все же телеведущим? Мы научим вас ввести свой блог в Инстаграме и развивать свой канал на Ютьюбе. А наши телеведущие расскажут вам, как не бояться камеры. В программе курса встречи с известными блогерами и телеведущими. Мастер-классы с преподавателями по речи, СММ-специалистами и продюсерами. И много практики на телевидении. Запишись по телефону 92 10 32. Школа телевлогеров на Первом городском телеканале. Как минимум термометрия и дезинфекция, они должны войти в обиход. Компания «Дальбалтикстрой» выступила инвестором для ООО «Кант» в производстве бесконтактных тепловизоров. ООО «Кант» содействует профилактике инфекционных заболеваний. По вопросам сотрудничества звоните 8 906 23 13 300. Только что рассказывали мы про школу телеведущих. На правах куратора напомню о том, что занятия у нас проходят на базе нашего телеканала, прямо здесь, в этой студии, с настоящими ведущими камерами. И всем-всем-всем можно себя в этом попробовать. Ну и важная такая новость, что меры предосторожности, безопасности мы тоже обеспечиваем, чтобы вы не переживали ни за себя, ни за своих детей. Поэтому звоните, записывайтесь. 92 10 32. И тут как никогда актуальна фраза, что количество мест в группе ограничено, потому что оно правда ограничено теми нормами, которые у нас есть. Переходите, будете вместе с нами вести вечерние новости. Я же хочу вам напомнить, дорогие друзья, что у нас прямо сейчас идет голосование, и у вас есть три бесплатных номера, на которые вы можете позвонить и оставить свой голос. Тема сегодняшнего голосования «Нужны ли лекарства про запас?» Да, нет или нет, но я все-таки беру. Совсем скоро мы подведем итоги этого голосования. Ну а теперь приятная новость, ну не знаю, для всех ли. Звучит она так. Верьте в удачу. Вчера в Калининграде двое друзей выиграли в лотерею почти 4 миллиона рублей. А сегодня житель Калининграда выиграл в лотерею, и вот тут просто барабанная дробь, 9 миллионов 709 тысяч 304 рубля. Но пока не обратился за своим призом. Можно я вместо него обращусь? Я знаю, куда потратить эти деньги. Друзья мои, это были наши хорошие новости. Далее хорошие новости ваши. Уже хорошие новости продолжатся наш прямой эфир. У меня успехи хорошие в колледже предпонимательства. Куча сделанных работ. И жизнь идет удачно. И вот была в МФЦ, сделала очень быстро свои дела. Буквально за полчаса даже не ожидала, что так быстро. Я хотя бы встал с утра. Уже это хорошее новость. То, что я наконец-то выбралась в отпуск, в который из-за пандемии меня не отпускали, некому работать было, это самая на сегодня новость. Я не заболела ковидом. Жива до сих пор, видите, бегаю. Наверное, это главная хорошая новость. Никто в моей семье пока еще не заболел. Я сегодня иду опять на учебу. Каждые пять лет. Вот я сегодня особенно доволен этим. Ну что ж, мы готовы подвести итоги нашего голосования. Напомним, звучал вопрос следующим образом. Нужны ли лекарства про запас? И было три варианта ответов. Да, нет, нет, но я все-таки беру. И мы увидим, как распределились ваши голоса. Половина все-таки считает, что да, нужно запасаться лекарством. 33% считают, что не нужно. Ну и 17% как бы серединочка на половиночку вроде как не определились и проголосовали за ответ нет, но беру. Пришли за кремом для рук в аптеку, а заставили купить антибиотик вместе с кремом. На всякий случай. Да, ну давайте лучше будем делать так, чтобы нас никто ничего не заставлял покупать. И мы брали лекарства, те, которые нам и правда нужны, а лучше, чтобы никакие не были нужны. Поэтому крепите иммунитет, кушайте витаминки, мойте руки и дистанцируйтесь от большого скопления народа. Мы же переходим к погоде, друзья мои. И у нас обещают похолодание в европейской части России, однако оно обойдет нашу область стороной. Предлагаю посмотреть, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. Все, внимание на экран. Прогноз погоды на 12 ноября. В Калининграде днем 6 градусов тепла, пасмурно. Ночью 4 градуса со знаком плюс, пасмурно. В Санкт-Петербурге днем плюс 3, пасмурно. Ночью 3 градуса тепла, осадки в виде дождя. В Москве днем плюс 2, пасмурно. Ночью плюс 1, пасмурно. Дорогие друзья, это были самые актуальные новости города Калининграда в эфире Первого городского. Для вас сегодня работали Вадим Пштыка и Анастасия Орехова. Советуем вам не пренебрегать мерами осторожности, носить маски, мыть руки и избегать общественных мест. Берегите себя. Всего хорошего. Субтитры предоставил DimaTorzok Донсист. Улица Пражская, 3. Телефон 35 84 10. Вижу. 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 Мультибрендовый салон оптики Вижу. Очков много не бывает. Приходи. Кловер, второй этаж. ДТП, авария, удар. Поможет мигом аварийный комиссар. В ГАИ позвонят, прилетят как снаряд. Телефон 50 50 50. Документы оформят, машину починят. До страховых оплат. Аварийный комиссар. Звоните 50 50 50. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В эфире Перезагрузка. Сегодня мы расскажем вам новую историю. Приготовьтесь, будет интересно. Олеся, как и большинство наших героинь, пришла в проект, чтобы поменять жизнь. Кардинально поменять ее. Не ходить в темных оттенках, излучать радость, чтобы люди шли и оборачивались на меня. Как ей кажется, она не излучает радость уже лет 10. Именно столько лет прошло с того момента, когда она прервала беременность и до сих пор не может простить себя за этот поступок. Я побоялась остаться с двумя детьми, так как у меня уже был один ребенок, ему еще 7 лет, и здесь второй. Свершила большую глупость, совершила большую ошибку, я пошла к врачам. Нестабильная ситуация с новым возлюбленным и страх остаться одной в чужом городе с двумя детьми. Спустя 10 лет общих детей у них так и не появилось, и Олеся опустила руки. Она не привыкла плакать, а всю боль сквозь улыбку она таит в себе. О том, что 37-летней женщине нужна помощь, очевидно вокруг всем, но только не ей. Именно поэтому мы первым делом привели ее к психологу. Елена Горячева, психолог и гипнолог, специалист международного уровня. А с какой проблемой пришли на передачу? Был потерян ребенок, которого, наверное, я никогда не прощу себя за это, что я в свое время его потеряла. Перезагрузка данной передачи, я думаю, мне поможет поверить в себя, что я могу еще иметь, могу детей, могу быть красивой для своего человека. У Олеси, несмотря на весь ее позитив внешний, есть глубокая внутренняя травма. И критическая масса негативных эмоций не дает ей спокойно жить, реализовываться. Если говорить метафорично, то она сейчас как плотина, которая вот-вот прорвется. У нее уже накопилась критическая масса негатива, и еще чуть-чуть, маленький толчок, и произойдет взрыв, эмоциональный взрыв, очень сильный, который обычно очень негативно влияет на людей. Мы организуем экстренный эмоциональный сброс. Он снимет накопленные блоки в ее организме, позволит ей оценить ситуацию по-другому, начать видеть возможности, которых она раньше не видела, ну и изменить, соответственно, свое поведение и, как следствие, свою жизнь. Елена очень замечательный психолог. Она помогла мне понять одно, что вот этот груст нельзя держать в себе столько лет. Она мне помогла тем, что, говорит, ты лучше поплачь, выплакать, чтобы вот эти вот все эмоции, вот этот весь груст, надо выплакать из себя. Нужно забыть это и идти дальше, жить дальше, чтобы эта ситуация осталась там. Она была, когда-то была, это было прошлое. Сейчас нужно жить настоящим. Благодаря Елене я это поняла, и уже пойду жить настоящим. По-хорошему, чтобы полностью изменить ее жизнь, да, и снять все сопутствующие ветки, которые из-за этого основного, из-за этой основной проблемы выросли, ей нужно будет около 10 сеансов. Я их провожу один раз в неделю, чтобы человек успел протестировать результат. То есть сеанс проводим, человек в неделю тестирует результат. Смотрим, какой результат. Еще один сеанс, тестируем результат.